Более 60% жителей Кубани сегодня систематически занимаются физической культурой и спортом, а это более трёх миллионов человек. К 2030 году в рамках нацпроекта «Демография» этот показатель должен вырасти до 70%. Чтобы этого достичь, необходимо делать спорт доступнее и развивать соответствующую инфраструктуру. Такие задачи были поставлены губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым на селекторном совещании по вопросам строительства спортивных сооружений. В 2022 году в крае возвели 48 крупных комплексов и небольших игровых площадок. В этом году в регионе строят более 40 спортивных сооружений на территории 27 муниципалитетов, в том числе и на территории Славянского района. Станица Петровская близится к завершению возведения универсального спортивного комплекса. Меньше чем за год на постующей территории стадиона буквально с нуля был построен новый спортивный объект. Сегодня он готов уже на 93%. Красивое современное здание со всей необходимой инфраструктурой станет настоящим подарком для сельских жителей, которые с нетерпением ждут его открытия. Для развития спорта в Станице это, конечно же, будет большим толчком. Особенно если я отвечаю, допустим, за вольную борьбу, я хочу сказать, что это будет очень хороший толчок для развития вольной борьбы в районе. И результаты не заставят долго ждать. Порадуем своих земляков нашими соревнованиями. Теперь они не будут ютиться где-то, скажем так, в тесных залах. У нас будет большой зал с трибунами, светлый. Мы этого очень ждем. Строительство универсального спортивного комплекса ведется по краевой программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Муниципальная программа развития общественной инфраструктуры муниципального значения на условиях софинансирования краевого и местного бюджетов. Общая площадь объекта свыше 1300 квадратных метров. Стоимость строительства около 97 миллионов рублей. Сейчас ведутся работы по проверке подключенных коммуникаций, благоустройству и озеленению территории. Спорткомплекс будет универсальным. Здесь можно будет заниматься спортом жителям всех возрастов. Играть в волейбол, баскетбол, футбол, проводить занятия различных спортивных секций, спортивные соревнования. В шаговой доступности находится площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, построенная в прошлом году благодаря региональному проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Все вместе площадка ГТО и новый спортивный комплекс создадут единую, современную и, что самое главное, доступную территорию для занятий физической культурой и спортом, для всех желающих вести активный и здоровый образ жизни.